Всех-всех приветствую, кто ко мне зашел в гости, кто случайно попал, и моих подписчиков, они у меня есть. Я сегодня второй день уже дома, но еще уборка предстоит, я такой, чтобы раскидала, мы уезжали как-то так, нам надо было очень рано выехать, чтобы пораньше приехать в Комсомольск, и быстро-быстро встали в постель, все разобранные бросили, Катя, говорю, пусть стоят, все, что одевались, быстро-быстро позавтракали и бегом. У нас сейчас собачка с собой была, Наташа ее подобрала, когда ехала ко мне, ее надо было упаковать, Сумки надо было снести, что мы с собой забирали, много там банок и всего мяса, пока это все носили. И уже не до уборки, главное, посуду грязную не оставила, самое главное, вот, ни кастрюли, ни чашки, ничего. А уже в комнате тарарам, как переодевались, все бросили, все на двух, на трех диванов, Третье кресло-кровать разобранное, там спала, все побросали, поехали. Думаю, приеду, сделаю. Вот, Катя, говорю, не пугайся, она смеется. Вот, ну, еще не разобирала это все, только полы подтерла, цветы прибрала, все. Сегодня, ну, что было, я могла покушать, у меня картошка даже оставалась. Я это все, не надо было в этот день бежать. Картошки достала, мясо есть, тушенка есть, все было. А сегодня уже, конечно, надо сходить в магазин. Подруге отнесла хлебушка, сухариков, дачная подруга. Вот, ну, сходила в магазин и хочу показать, что я принесла. Еще не все купила, не все же донесешь. Сейчас покажу. В первую очередь я золотое семечко взяла, потому что Наташа в Комсомольске, когда она куда-то пропала, пришла к нам. Ну, в один магазин всех не обошла, в литровых нет, взяла 1,8. 250 рублей. 252 что ли? Ну, ладно. Так бы 240 за 2 литра, а тут, ну, хотя бы такое. Я больше как-то привыкла к нему. Может быть, другое можно, но я как-то привыкла к нему. И вот, его только и использую. Ну, вот, надо же брать все, конечно, чтобы было в холодильнике. Я не могу бегать каждый раз, когда мне что-то надо. Вот, взяла голень, цыпленка, амурбройер. Это Благовещенск наш делает, Амурская область. Ой, цены, наверное, ну, какие цены, я даже не знаю. Вот, есть чек. Вот, всего, 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 всего на 1424. Ну, так мелко читать тут. Ну, кому надо? Везде разного магазина. Не знаю, когда оно отбилось, где. Что-то мне свету даже маловато, ничего не вижу. Не важно. Цена там, всех по-разному. Ну, вот, взяла тоже рыбки. С этой стороны этикетка, с этой стороны цены. Вот, 70, так, 278 граммов на 215,45. Это малосольная. Ну, смотрю, она хорошо закрыта. Смотрю, изготовление у нее вот здесь написано. Так. Хранить минус 4 и до 8, 40 суток. А дата изготовления 23 марта. Вот, до 2 мая. Так я поняла. Март время. Ну, вот и взяла. Потому что, почему я хорошо разглядела. Обычно я не занимаюсь этим. Все спешу. Все как это. Как будто куда-то опаздываю всегда. Наташа взяла, когда мы у нее были такую. И она маленько была вот так вот повреждена. Как прорезана. Ну, может быть, углом другой пачки прорезали. И она одна была. Наташа сильно захотела такой рыбки. И взяла. И у нее на следующей ночи уже начал желудок, кишечник болеть. В общем, она болела. Таблетки глотала. Мы не ели с Ладюшей. И у нас все нормально было. Мы на нее так и поняли, что это от нее. Вот сыр взяла. Сыр Альбери. Не знаю, такой-не такой. Я у Наташи ела. Сюда даже привезла. По-моему, тоже так же. То ли на Альбери, то ли как. Ну, вот. 200 граммов на 112,59. Давно-давно не брала я такую вермишельку. А у Наташи как-то сварила. Мне понравилось. Думаю, ну, возьму. Давно паутинку не брала еще с советских времен. Почему-то. Не знаю, почему. Не очень хотелось. Так, ну, вот, как всегда, я Караковскую беру. 400 граммов. А стоит она не знаю, сколько. Боже мой. Как тут без света? Что увижу? Тут еще как-то интересно. Несколько номинований. Потом что-то итог. Потом... Ой, вермишель увидела. Так. Приглядеться надо. Так. Краковская. Во! 239 рублей нашла. О! Альбери-112. Краковская. 239,50. Вот. Нашла. Когда захочешь, действительно, все найдешь. Ну, и взяла, вот, давно не брала. Тоже, на всякий случай, вот такой вот знаток говядина. Я когда-то брала в прошлом году. Мне нравилось. Если они не начали химичить, то значит, хорошая. 325 граммов в ней. А стоит она 150, 20, что ли, рубля. В общем, 150 с копейками. Так. Взяла свекольник. Почему-то захотела. Буду бы добавлять в бощь. Ну, посмотрю. Еще и на дачу, может быть, останется. Может, не буду. Может, только для дачи будет. Молока не было. Какое мне надо, которое я беру. А то, что в холодильнике, в морозильнике даже лежало, оно сквасилось. Вот так вот, амурский молочный комбинат. Люди не могут сквасить свежее. Такое молоко, а это в морозильнике, в тепле. А это в морозильнике у меня сквасилось. Я-то думала, чаю попью обратно. Думала, замерзшая. Нет. Оно сывороткой взялось. И вот взяла другое. Тоже ихнее производство. Вот. 3,2% и стоит 50 с чем-то рублей. Тоже молочный комбинат. Ну и сахар. У меня там сахар маленечко осталось. Ну вот и сахар. Все. Ну, картошку я не посмотрела. Уже руки были заняты. Хоть я так взяла. Но, наверное, надо спуститься, посмотреть еще картошку. Вот всего на 1400 с копейками. Ну, ну, конечно, и мясо, и колбаса, и сыр, и тушенка. Я думаю, что это не просто фу-фу, а хорошие, нужные продукты. Стоящие продукты. Это вот мне до к одной. И на месяц хватит вот этого именно. Именно этого. Да, на месяц. Так что, вот такие покупки у меня сегодня. Все. Все. Сухарики я сложила в коробочку. Чтобы они не валялись. Пойду, наверное, еще раз схожу. Картошку я забыла. Но я не то, что забыла. Мне тяжело было с этой сумкой, за картошкой. В любом случае, я бы ее не взяла. Поэтому сейчас пойду схожу. Ну вот, поделилась своими покупочками. Пока еще не все, наверное. Пойду схожу еще. Не поленилась. За картошкой спустилась. Ну, потому что без картошки у нас ни борща, ничего не будет. Так. Картошка по 54 рубля. Вот на 138,7. Муки. Я всегда, если позволяет, пакет сила есть. Иначе беру все равно муку. Мука 69 рублей. Ну, и взяла вот красного лука питательского. Что-то захотелось, если я буду что-то делать. Салат или что-то. И вторую баночку. Бутылку, как вы назваете. И вторую взяла. Там еще две осталось. Если я приду, я еще возьму. Ничего и не будет. Самое главное, надо смотреть, когда произведено. Ну, и когор. Скоро же Пасха. Я на Пасху когор обязательно беру. Я вообще люблю когор. Он сладкий. У меня со сладким хоть что. Постаралась, все-таки разглядела. 31 марта 2020 года сделано. О, в марте будет год. Для масла это не срок. Так что, все уйдет. Дети, если летом приедут, все пекем, все делаем. Вот еще сходила, еще 800 рублей отнесла. Зато все в доме есть. Я люблю так. Я не люблю за каждый продукт, каждый день бегать, что я что-то собралась готовить. Вот так вот. А вчера хлеб спекла, как раз у меня килограмм муки ушло. Остался килограмм. Но у меня еще там, на балконе, 2 килограмма стоит. Но все равно я подбираю. Если сил хватает нести, я все равно или сахар беру, или муку. Вот и все. Сегодняшний день. 27 марта. То уборка, то магазины. Вот так вот дни проходят. Продолжение следует.